Библейский портал экзегет.ру представляет 49-й псалом. Как и многие другие, наша лекция записывается в Московском Срединском монастыре, публикуется на сайте Срединского монастыря, а также на портале экзегет.ру. Изображаемая в 49-м псалме сцена – Богоявление. Бог появляется в огне и в буре на горе Сион, чтобы совершить суд. Вся земля от востока до запада устремляет свой взгляд к нему, а он, в свою очередь, свой взгляд устремляет на Израиль. Хотя 49-й псалом начинается так же, как 48-й, однако его адресатами являются уже не все люди, а только те люди, которые вступили с Богом в завет. Автор псалма «От лица Господа» сначала обращает свою речь к святым, а затем к грешникам. И те, и другие вступили в завет с Господом. Однако религиозность и тех, и других или формальна, или порочна. Указания на бурю и огонь напоминают нам гору Синай. Здесь же, в этом псалме, звучат намеки на десять заповедей. Свидетельства о том, что их читают и об этих заповедях проповедуют. Создается впечатление, что псалом приурочен к празднику обновления завета или воспоминания о том, что когда-то и при каких-то обстоятельствах завет с Богом был заключен. Первый, шестой стихи псалма. В первых строках псалма Всевышний называется сразу тремя именами. Бог, Богов, Господь. Эль-Элохим, Адонай. Имена Бог, Богов, Эль-Элохим. Это общее обозначение Бога, которое использовалось для идентификации своего Бога, в отличие от чужих для Израиля богов. Адонай, или буквально по тексту там стоит тетраграмматон, который, если так вот по буквам произносить, будет звучать как Яхве. Итак, Яхве – это имя, открытое специфически для Израиля. Понятием Элохим могли называться боги других народов. Но наш бог Элохим – это Ягве. Ягва – это то, что присуще только Израилю. Ягва – это израильский бог. Бог Израиля. Бог, имя которого относится ко всем живущим на земле, призывает землю от восхода солнца до запада. Чтобы обратить всеобщее внимание на то, как он будет судить свой избранный народ. Итак, суд начинается с Дома Божия, прям по апостолу Петру. Остальное человечество вместе с небом и землей собирается, чтобы засвидетельствовать обвинение Бога против Израиля. Сион называли совершенством красоты, радостью всей земли. Туда собираются люди, чтобы встретиться с Богом, который пристает перед ними, как властелин природных стихий. В пятом стихе употребляются три ключевых термина, связанных с заключением завета. Завета – верные, хасид верный, завет, брит и жертва – зевах. Поскольку, как сказано у Амоса, «Только вас признал я из всех плен мин земли», следовательно, суд над избранниками Божиими будет строгий. Суд над людьми завета строгий. Аналогичную идею мы встречаем и в Новом Завете. От всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше взыщут. Людей Нового Завета апостол Павел называет избранными Божиими. Иисус Христос сделался поручителем лучшего Завета по сравнению с Ветхим. Однако это не означает, что христиане имеют право расслабиться. «Если отвергшийся закону Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то, сколь тягчайшему, думаете, наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь Завета, который освящен и Духа благодати оскорбляет, пишет автор послания к евреям. Страшно впасть в руки Бога Живаго». Седьмой, пятнадцатый стихи. Начиная с седьмого стиха, перед нами раскрывается сцена суда. Бог обращается к Израилю с определенным рядом свидетельств против него. Однако никакого приговора, как ни парадоксально, не выносит. Он упрекает. И упрек этот предназначен не для того, чтобы отомстить или наказать. Упрек предназначен для того, чтобы привести своих верных и грешников к покаянию. Слова «не за жертвы твои я буду укорять тебя» показывают, что Богу не нужен внешний ритуал, лишенный подлинной религиозности. Последующие слова «принеси в жертву Богу хвалу, воздай обеты» говорят о внутреннем содержании богослужения, о молитвах и обещаниях верности. Если пообещал пред Богом что-то, обязан исполнить. Нередко человек готов пообещать Богу все, что угодно в бедственном положении и, напротив, забывает о Боге, когда дела у него идут успешно. Поэтому Бог напоминает о том завете, который когда-то был заключен. Обращение «Израиль» – восклицательный знак – тесно связано с исповеданием веры из Пятикнижия Моисеева. Такими словами начиналась главная молитва древних израильтян. «Слушай, Израиль, шма Исраэль! Слушай, Израиль, я Господь Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства» – второзаконие. В словах псалма «мой» и «твой» Бог подчеркивает особую связь, можно сказать, личную привязанность к своему народу. «Народ мой, я Бог, твой Бог» – седьмой стих. «Он отлично знает, чем живут его люди, поскольку даже жизнь птиц на горах и животных на полях ему известна» – 11 стих. Здесь мы снова встречаем перекличку с Новым Заветом, согласно которому Отец Небесный питает птиц, и ни одна из них не упадет на землю без его воли. Бог ожидает искреннего обращения человека и всегда готов ему помочь. «Призови меня в скорби, и я избавлю тебя». В качестве ответа великий избавитель ищет всего лишь искренние слова благодарности. Жертвоприношения нужны не для помпезности ритуала богослужения, а для выражения любви к своему Творцу и Небесному Отцу. Поэтому автор посланий к евреям в свете воскресения Христова побуждает непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих его имя. 16-21 стихи. Самое поразительное, что перед нами на суде оказываются не язычники, а номинальные ортодоксы, то есть те люди, которые сочетают в себе и поклонение, и нечестье, ходят показательно в храм, а при этом не исправляют свои грехи. И мы должны обратить внимание на то, что говорится в данных стихах. «Что же ты проповедуешь уставы мои, и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое, и слова мои бросаешь за себя, отклоняешь его?» Итак, перед нами люди, которые публично читают законы и публично демонстрируют свою набожность, но на самом деле являются неисполнителями, то есть пусто словами. И надо сказать, что в данном псалме поднимается еще тема наставления. Эта тема является постоянной для темы притч. Бог наставляет человека, чтобы тот жил по его закону. Мудрец наставляет своего ученика, чтобы тот выставил отношения в обществе. И что удивительно в данном псалме, что в данном случае наставление связано с некой тренировкой ума и совести через чтение Писания. То есть не через боль, не через страдания предлагает Бог принять наставление, а через поучение в его собственном законе. В стихах с 18 по 20 есть аллюзии на некоторые заповеди из десяти словия Моисеева. Они призваны раскрыть чувства, поступки людей. В 18 стихе упоминаются категории людей, с которыми не рекомендуется общаться. Это воры и прелюбодеи. Следовательно, имеются в виду несострадательные друзья, с которыми мы вместе идем в храм, чтобы славословить Господа. Речь идет о тех людях, которые соблазняют человека, ведут его в погибель. Это созвучно с первыми стихами из первого псалма. Блажен муж, который не идет на совет нечестивый, и в собраниях развратителей не сидит. Интересно вот что. В 20 стихе в русском переводе упоминается слово «сидеть». Ты сидишь и говоришь на брата твоего, и на сына матери кривещишь. Речь идет о близком родственнике. Итак, человек испорченный характерен не только тем, что он дружит с ворами и прелюбодеями, но то, что он еще и против своего родственника, возбегает клевету. Слова «сидишь» и «говоришь» точнее было бы перевести, как «вечно говоришь», «говоришь постоянно». Сидение – это образ постоянства, когда человек в чем-то пребывает неотступно. Итак, ты постоянно и постоянно увлекаешься сомнительными друзьями, проводишь время в порочном кругу и, более того, клевещешь на своего родственника. 21 стих. В нем есть две важные идеи. Первое. Ты подумал, что я такой же, как и ты. Вот эти слова, что я такой же, как и ты, обличают сразу два класса людей. С одной стороны, тех богословов, которые, воспаряясь своим собственным земным разумом куда-то высоко, начинают думать, что Бог – это такой, каким я его мыслю. То есть, сложив определенную систему догматики, такой богослов думает, что Бог вписывается в эту систему, что он и есть антологически, так как он его описал в своей книге. С другой стороны, эти слова обличают и грешника, который говорит, что все люди грешные. И раз Бог не реагирует, значит, можно позволить на жить так, как и другие люди. Бог молчит. В 21 стихе мы видим прошедшее время. Я молчал. И ты думал, что я буду вечно молчать? Если мы вернемся к первым стихам данного псалма, то мы увидим, что в какой-то момент Бог перестает молчать. Бог перестает молчать. Седьмой стих. Слушай, Израиль, я буду говорить. Итак, все. Стоп. Вот теперь я перед твоими глазами представлю грехи твои. 22-23 стихи. Речь идет о том, что человека никто не может спасти. Никто не может спасти, кроме Бога. Никто не может избавить его от грядущего наказания. Я восхитил и не будет избавляющего. Да. Пути Божьи не пути человеческое. В 23 стихе речь идет о том, что человек должен наблюдать за своим путем. Речь идет не о чужой дороге. Ты должен и ты призван наблюдать за своим собственным образом жизни. Как будет жить другой человек – это его суд. И его собственная участь. «Но тот, кто приносит в храм жертву, кто с благоговением относится к Богу, тот должен наблюдать за тем путем, которым идет он сам». И, наконец, то, что я хотел подчеркнуть сегодня – словосочетание «жертва хвалы». В этом словосочетании не отменяется ветхозаветная жертва. Но этой жертве дается иная интерпретация. Речь идет не о том, что жертва всесожжения противопоставляется благодарственной жертве. Речь идет о самом способе, самом отношении к жертве как таковой. Человек должен ходить в храм не для того, чтобы исполнять внешний ритуал, а для того, чтобы с благоговением отнять жертве как к религиозному понятию, умом своим восходить к Творцу. Понятие «жертва хвалы» как «словословие уст» входит в плоть и кровь Нового Завета. Аналогичное словосочетание мы встретим в «Послании к евреям» и в «Откровении Иоанна Богослова». Аналогичное словосочетание мы встретим и в литургической практике Православной Церкви, при которой сама литургия мыслится как жертва Нового Завета, как словесная жертва хвалы Господу Иисусу Христу, который отдал жизнь свою, принеся в жертву, дабы всякий, верующий в Него, не умер, но имел жизнь вечную.